Бизнес-ФМ Ростов. Свидетельство Л-номер ТУ 610103 от 8 декабря 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовой коммуникации по Ростовской области. Для слушателей старше 16 лет. Бизнес-ФМ. Первое деловое радио. Главные темы. Новости на Бизнес-ФМ Ростов. У микрофона Вартан Синиджанс. Здравствуйте. Коротко главные темы. Донские вина взяли медали на международной выставке. Газпром построит в Старочеркасской современный ипподром. Игры чемпионата мира 2018 года ростовчане будут смотреть на цифровом телевидении сверхвысокой четкости. Бизнес-ФМ. Новости. Донские вина взяли медали на международной выставке. Свою продукцию виноделы Ростовской области представили на дегустационном конкурсе «Южная Россия в Краснодаре». Оценивали напитки российские и зарубежные эксперты. Они попробовали более 200 образцов вина. Из них 10 марок донского вина получили медали. В категории «Сухие вина», «Красные», «Высшую награду» получили 4 образца донских производителей. Как отметили в пресс-службе правительства области, участие винодельческих предприятий в подобных фестивалях и дегустациях способствует продвижению винодельческой продукции на российском и международном рынках. «Газпром» построит в Старочеркасской современный ипподром. Об этом в пресс-центре «Дон Медиа» рассказал экс-гендиректор «Газпром Межрегион ГАЗ Ростов-на-Дону» Алиус Денов, сообщает информагентство «Дон-24». Ипподром будут строить в две очереди. На первом этапе в 2017-м возведут конно-спортивную детскую школу с манежем мирового класса и с конюшнями на 160 голов, а также школу для подготовки жакеев и наездников. Стройку должны завершить к Чемпионату мира по футболу 2018 года. По примерным подсчетам, для реализации первой очереди понадобится от 850 миллионов до 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Следующий этап начнется в 2018 году, когда приступят к возведению скакового круга и трибуны на 5000 зрительских мест. Общая стоимость проекта еще неизвестна. По словам Алиуз Денова, она будет зависеть от различных фактов, в том числе от задолженности потребителей за газ. Ориентировочно необходимо около 2,5 миллиардов рублей. Алиуз Денов добавил, что в отличие от действующего ростовского, ипподромы мирового уровня удалены от центральной части города. Ранее рассматривался один из возможных вариантов размещения нового объекта – территория около Ростова за Точанкой с правой стороны. Но там площадка с одной стороны ограничена трассой, а с другой – железной дорогой. Кроме того, эти магистрали будут расширять, поэтому и выбрали Старочеркасскую. Ожидается, что новый ипподром станет местом, где будут проводить выходные жители всего региона. Игры Чемпионата мира 2018 года ростовчане будут смотреть на цифровом телевидении сверхвысокой четкости. На стадионе Ростов-Арена проведут высокоскоростную сеть пятого поколения 5G Wi-Fi. Это примерно 1,3 гигабайта в секунду. Как рассказали в Донском правительстве, это новый формат для видео и для интернет-соединения. Они обеспечат бесперебойную связь во время Мундиали. На ростовских пляжах царит антисанитария. Уборку мест для отдыха еще не начали, но Донской Роспотребнадзор уже проверил городские пляжи. На Зеленом острове нет контейнерных площадок для мусора, а общественный туалет не пригоден для пользования. На левом берегу Дона ситуация еще хуже. Выгребные ямы туалетов переполнены нечистотами, очистка и дезинфекция не проводилась, контейнерные площадки разрушены. Примерно такая же ситуация на пляже Дружба и на Ростовском море. Завоз чистого песка пока не начали ни на одном из них. Вопрос подготовки мест массового отдыха в Ростове контролирует региональный Роспотребнадзор. Платные парковки в Ростове заработали в тестовом режиме. Для эксперимента выбрали улицу Красноармейскую от Театрального до Ворошиловского проспектов. Паркоматы настроены для работы в штатном режиме, поэтому при пробной оплате не следует использовать банковскую карту во избежание списания денежных средств. Сумму 0 рублей за час пользователь увидит лишь при тестировании оплаты с помощью СМС, личного кабинета или мобильного приложения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Сейчас идет обустройство первой тысячи парковок в районе улиц Красноармейская, Максима Горького и Пушкинская, Театрального проспекта, переулков Деломановский, Газетный, проспектов Соколова и Чехова. Добавлю, парковочные места выделены разметкой, оборудованы знаками дорожного движения, обозначающими границы зоны платной парковки. Кроме того, установлены информационные щиты и электронное табло. Житель Донской столицы предложил вернуть автобусы на Красноармейскую. За инициативу на портале «Активный ростовчанин» проголосовало уже около 40 человек. Администрация рассмотрит ее, если она наберет более 5000 голосов. Автор петиции считает, что маршрутные такси – частые участники ДТП. Кроме того, они не справляются с пассажиропотоком. Цитата. «Каждое утро и вечер людям приходится ехать в переполненных маршрутках, потому что у них совершенно нет альтернативы». Конец цитата. Добавлю, на Красноармейской есть транспорт большой вместимости. Ежедневно по этой улице курсирует троллейбус номер 5, но из-за большого количества маршруток люди часто не замечают его. Проводящаяся реконструкция Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы не помешает проведению пасхальной службы. Об этом сообщает информагентство don24.ru. Православные смогут встретить Пасху в соборной колокольне малого храма Николая Чудотворца, который находится рядом на соборном подворье. Напомню, восстановление главного донского храма, которому 155 лет, идет четвертый год. Ожидается, что реставрация завершится к чемпионату мира по футболу. Реконструкция проходит за счет пожертвований прихожан, прихода в духовенство и бизнес-сообщество, в частности Ивана Савиди, Игоря Мельникова, Алиузденова, Асланбека Джиоева, Сергея Кислова. Как сообщается на сайте Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы, пожертвований с начала открытия счета поступило около 300 миллионов рублей. Добавлю, главная пасхальная служба в Ростове пройдет во временном храме. Ее проведет митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Ростовский общественный транспорт будет работать в пасхальную ночь. Автобусы, маршрутные такси, троллейбусы и трамваи будут ходить с 23.30 апреля до 4 утра 1 мая по нескольким маршрутам. Подробности на сайте городской администрации. Это были новости на Бизнес.ФМ.Ростов. Телефон редакции 200 ровно 0849. У микрофона Вартан Синеджан. Сдержитесь курса. По информации сервиса Яндекс.Погода, в субботу в Донской столице преимущественно ясно, плюс 19. Днем местами возможен небольшой дождь. В воскресенье облачно с прояснениями, плюс 19. В понедельник и во вторник ясно, около 20 тепла. Переменчивый ветер, его скорость около 5,5 метров. В секунду атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Афиша на Бизнес.ФМ.Ростов. Здравствуйте. О самых интересных культурных событиях Ростова и области расскажу вам я, Наталья Тарасова. Проводить пасхальные концерты уже традиция для музыкального театра. Особенность этого в том, что впервые в Ростове будет исполнена вторая симфония австрийца Густава Маллера «Воскресенье». К симфоническому оркестру присоединятся две певицы и хор. Первой скрипкой станет Павел Попов, концертмейстер симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии и лауреат премии президента России. За дирижерский пульт встанет заслуженный артист России Андрей Аниханов. Концерт пройдет в эту пятницу. Новый спектакль Ростовского драматического театра имени Горького меняет привычное представление о Достоевском, как о писателе мрачном и безысходном. Жители села Степанчикова находятся под гипнозом диспотечного и психически неуравновешенного приживала Фомы Фомича. Казалось бы, глупость должна быть жестоко осмеяна, но здесь другое. Спектакль «Сумасшедшая любовь в селе Степанчикова» поставил лауреат «Золотой маски» Геннадий Шапушников. Покажут 30 апреля. Акаки Акакевич Башмачкин работает тихо и прилежно, но его жалований не хватает на то, чтобы сменить старую шинель. Уже давно предмет насмешек и издевательств он откладывает по копеечке и, наконец, появляется среди коллег в обновке. Правда, тем же вечером его обворовывают, и с горя он умирает. Повесть о маленьком человеке «Гоголевская шинель» вошла в историю русской литературы как манифест социального равенства и неотъемлемых прав личности в любом ее состоянии и звании. В Таганрогском театре имени Чехова поставили спектакль по повести Гоголя. Это премьера. Покажут в субботу. В своем романе «Идиот» Федор Достоевский хотел положительно изобразить прекрасного человека. Собственно, это было главной мыслью, хотя писатель и признавался, что ничего сложнее этого быть не может. На свете есть лишь одно положительно прекрасное лицо, и это Христос. Воплощенный в образе князя Мышкина, идеальный человек в глазах окружающих, слабоумный, от которого нет никакого проку. Спектакль по роману «Идиот» идет на сцене Донского театра драмы имени Комиссаржевской в Новочеркасске 30 апреля в субботу. Интерактивную программу «Пасхальная радость» подготовили в Старочеркасском музее-заповеднике. Будут рассказывать о традициях празднования Светлого Воскресения, научат играть в пасхальные игры, делать подарки на Пасху по всем канонам и угощать чаем с куличом. Приобщиться ко всему этому можно с 1 мая. Кстати, подобные интерактивные мероприятия проводит и Таганрогский художественный музей. Занятия включают изготовление праздничной открытки. Пасхальные открытки – одни из первых, которые появились в Царской России. Тогда их создавали признанные художники. Это и Иван Билибин, и Борис Зворыкин, известные своими иллюстрациями к сказкам, и Елизавета Бем, рисовавшая милых, улыбающихся деток. Улыбающиеся лица рисовали и советские художники на открытках, посвященных Первомаю. Два праздника в своем экспозиционном зале решили объединить сотрудники Ростовского краеведческого музея. Там можно увидеть открытки, которые получали ростовчане более ста лет назад, а также те, которые приходили по почте уже в советское время. Особую ценность представляет комплект фото открыток о праздновании Первомая на Дону в 20-е годы. О том, на что стоит потратить свое свободное время, если такое выдалось, рассказывала вам я, Наталья Тарасова. До встречи! Бизнес-ФМ Первое деловое радио 106,6 Каждые 15 минут Новости Главные экономические темы и информация с торговых площадок Каждые полчаса Обзоры деловой прессы А также новости компаний и корпораций Каждый час Все, что может понадобиться для вашего бизнеса и отдыха Бизнес-ФМ Ростов Держитесь курса Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова